здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодняшнем видео я хотела бы рассказать вам о своем новом проекте это будет такая вот замечательная картина солнечная тоскана от фирмы rto как я давно мечтала это просто обычный крестик и полная зашивка очень-очень я хочу приступить к этой работе и скорее ее начать и давайте я вам расскажу что входило в этот комплект здесь у нас перечислено я уже начала поэтому буду просто вам читать значит как всегда в наборы рта входит мулине дмс канва 14 аида представлена канва фирмы и дмс тоже как всегда игла и инструкция комплектующий как всегда очень приятные и не проблемные так скажем дизайнер разработчик этой схемы сотникова ольга очень я люблю ее работы по мотивам работы макса хайслита еще пока не смотрела его работы но обязательно конечно же поинтересуюсь и если будет что-то интересное конечно же покажу вам и так вот такая вот замечательная работа работа на самом деле очень простая я посмотрела схему просто элементарнейшая работа она совсем небольшая кстати забыл вам сказать размер 25 на 17 сантиметров но очень красивый очень люблю работы в таком стиле буду с удовольствием вышивать сейчас я вам покажу значит свою подготовку канву я уже расчертила и посадила на кус на пике вот так вот это выглядит вот здесь вот я уже чуть-чуточку начала вышивать схемы как вы видите очень крупная и очень простая то есть вышивается все полным крестом в две нити то есть нету ни бэкстичи не блендов не полу креста ну просто не знаю какое-то вдохновение и как я немножечко боюсь даже что будет скучновато ну ладно ничего страшного посмотрим как это пойдет вот кус на пике меня 20 на 20 сантиметров почему я это взяла потому что я хочу забрать забрать эту работу с собой на отдых и вышивать ее там конечно же буду держать вас в курсе дела может быть какие-то фотографии вам с отдыха буду показывать ну вот такую решила я работку с собой взять я думаю что будет очень приятно спокойненько вышиваться дальше моя подготовка что сюда входило здесь у нас присутствует 33 цвета мулине мулине конечно вот такой вот замечательно очень красивый такие яркие цвета на трех палеточках это у нас все представлено вот смотрите какая красота как всегда фирма иртоку и где нам положила вот такие не до кормуши совоеобразные укороченные ниточки но ничего страшного здесь не так много на самом деле значки я разнесла прямо на палеточки и вот эти циферки вы видите под значками это я написала сколько пасм было вложено просто на всякий случай чтобы знать есть что хватит что не хватит я такая молодец или фирма такая молодец в общем будем смотреть решила я теперь так делать чтобы парковать иголочки в этот раз я сделала что я сзади с задней стороны этих палеточек приклеила вот такую вспененную основу это у меня был такой коврик для занятий фитнесом очень он длинный я его укоротил немножечко и конечно же вот эту укороченную часть пустил все в дело я думаю что на отдыхе будет так очень удобно вставлять иголочки вот как вы видите здесь уже вставлено на хорошо там очень держится никуда не выпадает довольно глубоко она заходит и как раз сразу будет видно есть ли ниточка на иголочке или мне надо набирать новый так что вот попробую такую организацию я думаю что должна быть она очень удобный ну и как всегда что мне будет помогать маркер конечно же и ножницы вот такие у меня кстати новенькие ноженки появились уж даже не знаю какой производитель но они очень симпатичны я вот люблю почему-то именно чтобы ноженки были гладенькие не вот как сейчас очень многие девочки покупают такие черные ножницы матовые я люблю чтобы ноженки были блестящие гладенькие тяжеленькие и с острыми кончиками тоже очень удобно так что вот такая вот моя организация забыл сказать что конечно же хоть входила иголочка джон джеймс как всегда фирмы рту такие иголочки кладет кстати мне они очень нравятся ну иголочки я конечно же сюда еще доложу и во что я буду это все паковать сейчас я есть у меня вот такая вот папочка я вам ее уже раньше показывал ну кто новые подписчики это вот просто была папочка предлагалась она каким-то детским журналом но ребенок вырос поэтому я использую уже по своим нуждам и сюда прекрасно все войдет я по крайней мере на это надеюсь сейчас я попробую вкус на пике туда положите посмотри покажу вам входит или нет если нет значит пока я дома буду вышивать на вкус на пиках а потом переставлю на может быть на какие-то пяльца или на что-то еще но вообще по моему вкус на пике мне сюда входили все не уходите я сейчас попробую вернусь и к сожалению я выяснила что мои вкус на пике сюда не помещаются но собственно говоря мне это не мешает потому что я на отдыхе на море около бассейна никогда не вышиваю я вышиваю только в номере там где-то на балконе если только вот так вот где-то то есть в таких местах где нельзя забрызгать или испачкать свою вышивку поэтому скорее всего перевозить я буду в разобранном виде вкус на пике все остальное у меня туда конечно прекрасно помещается а на месте уже соберу и пруду вот так вот просто собирать и допустим в номере оставлять я думаю это подойдет потому что мне честно говоря не хочется вышивать на пяльцах потому что во первых канву мне не хочет сюда запяливать ну это не не совсем удобно просто вот здесь вот видите у меня получается что мне только на два раза переставить вкус на пике то есть на одну сторону на вторую и очень удобно на самом деле будет по высоте у меня сюда все входит я очень люблю когда так получается то есть одну половину выше потом переставлю высшую следующую половину будет очень удобно так что вот мои дорогие такая моя подготовка думаю что все должно хорошо получиться получу я от этой работы большущие удовольствие я прям уже вот честно честно предвкушаю немножечко забуду всякие шовчики бисер и так далее и буду вышивать то что не действительно нравится но не то чтобы действительно нравится а потому что я очень соскучилась постараюсь в это видео еще по вставлять какие-то кусочки если у меня будет возможность как я вышиваю на отдыхе если нет значит уже после отдыха после моря покажу вам свои результаты и от я снова с вами и вот посмотрите какая у нас замечательная погода это у нас африка считайте июль месяц правда первый день справедливости ради сказать нам уже уезжать и вот погода нас радует дождем решила я сделать небольшой отчет по своей дорожной вышивке как видите вообще народ весь вымер поэтому он наконец-то у меня появилось время это сделать потому что за отсутствие анимации приходилось мне развлекать своих мальчишек самой и особо времени не было итак давайте вернемся к отчету напомню что я вышиваю вот такой вот наборчик ну скорее всего это все будет в одном видео поэтому все будет понятно очень мне понравилась такая организация ниточек когда иголочки вставляются в спиненную основу вот прям на органайзер очень удобно и что у меня есть на сегодняшний момент конечно все включено дает о себе знать времени очень много и что у нас получилось хочу сказать что все что я вам покажу это вышито не за один раз где-то у меня была неделька до отпуска и я вышила вот посмотрите столько у меня было вышито это чуть меньше чем четверть работы так как схема очень простая вот вы видите кусочек то есть все такими групповыми пятнами очень это все было легко и просто очень быстро вышивалась и на сегодняшний момент у меня отшито чуть больше половины работы вот так вот это выглядит очень мне нравится необыкновенно красиво получается есть некоторые различия в в картинке и в том что получается но это уже потом мы с вами поближе рассмотрим при нормальном освещении когда будет поменьше народу вокруг это я сказала все вымерли а народ вон на горизонте нарисовался сейчас шуметь будут и вот еще раз хочу сказать что у меня получилось немножечко светятся крестики потому что канва 14 но как всегда я думаю что после стирки это все подсядет работа еще раз хочу сказать очень простая я честно говоря бы заскучала от нее в какое-то другое время но на отдыхе самое то 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 есть не задумываясь все это вышивается и тем более результат меня радует наверное темновато все таки это все смотрится вот так вот сейчас как нибудь сбоку вам покажу ну я думаю что в итоге потом это все обработается будет хорошо видно вот такой вот у меня продвижение есть и мы сейчас возвращаемся уже домой буквально завтра и я не думаю что у меня эта работа пошла дальше такими же темпами потому что все таки мне хочется уже взяться вплотную за мою бисер ную работу а это у меня будет такая своеобразная отдыхалочка когда с вас со всеми свои пальчики там попротыкаю дырка наделаю в них поэтому вот мои дорогие на этом наверное первая часть видео по этой работе у меня закончена сейчас не буду делать никакие слайд-шоу делаю его в конце процесса уже так будет логичнее и и я с вами прощаюсь и еще напоследок показываю нашу пасмурную погоду вот такую там уже кто-то гремит все до свидания увидимся в следующем видео